12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии Николай Голиков и Светлана Занько. И мы сейчас две темы возьмём. Начнём мы с возвращения победы в Киров. Победа — это авиакомпания. Сразу ответ для тех, кто выбрал ответ в нашем опросе, что такое победа. Мы говорим, что это авиакомпания, дочка аэрофлота, который ещё полтора года назад осуществлял рейсы из города Кирова по низким ценам в Москву, в частности. Активно очень летала победа и пользовалась большой популярностью. Благодаря её приходу в Победилов наш аэропорт. Благодаря как раз низким ценам. Да, серьёзно вырос пассажиропоток. Вопрос у нас такой, очень простой вопрос. В то, что победа вернётся в Киров. Вы верите или нет? Да, ну или третий вариант был, что такое победа. Да, мы уже пояснили. Этот вариант, надо сказать, выбрал 15% проголосовавших, что такое победа. Надеюсь, что мы сейчас ответили на этот вопрос. Заходите, голосуйте в нашу группу ВКонтакте. И почему мы такой опрос разместили? А по другим позициям у нас какие проценты? Верю, 50% говоря. У нас оптимисты в городе живут. Да, не верю, 35%. Опрос возник в связи с теми сведениями, которые озвучил губернатор Кировской области Игорь Васильев на презавтраке в пятницу. Презавтрак — это такое мероприятие, когда за круглым столом в Герцангской библиотеке собираются журналисты, туда приходит глава региона, и они общаются на разные темы. Вопрос о возвращении победы всегда поднимался на всех этих встречах и на разных других тоже. Мне кажется, что это самый часто задаваемый вопрос губернатору, что будет, когда вернется, не вернется никогда. И, собственно говоря, разные ответы получались. Разные ответы были, потому что, насколько помним, буквально еще полтора года назад вопрос был такой, что нам победа не нужна, она никогда к нам не вернется, потому что от нее одни убытки для бюджета. Но я так понял, что после того, как победа из Кирова ушла, и поработали у нас другие авиакомпании, вот сам по себе вопрос возник, что без нее у нас как бы не получается. Да, и тут уже вот когда саратовские авиалинии, которые частично замещали, вот как раз направление по победе, правда, совсем не по таким ценам низким. Ну, то есть направление-то они замещали, и, соответственно, пассажиропоток снизился, потому что люди уже стали выбирать, ехать или на поезде, либо лететь, потому что уже паритет цен изменился. И, значит, во-первых, он прокомментировал заявление такое достаточно эмоционального члена общественной палаты Константина Сичихина, что может вообще тогда аэропорт закрыть и пустить эти деньги на какие-то вещи, которые необходимы людям на дороге. Ну, такой же вопрос, свет, возник, в Саратове, да, потому что когда саратовские авиалинии объявили о своем закрытии, понимаешь, ведь содержать аэропорт, на этом требуются деньги, если там никто не летает, то это просто вложения, которые ходят никуда. Если, опять же, рейсов мало, то содержать аэропорт тоже большого смысла нет, то есть он должен быть наполнен людьми и самолетами. Да, но Игорь Владимирович совершенно определенно высказался, что никто закрывать аэропорт не собирается, что это действительно стратегический объект, закрывать его нельзя, и команда правительственная работает, интенсивно над тем, чтобы новые авиакомпании приходили, чтобы рейсов больше становилось, и чтобы цены были подходящие. И дальше он сказал, что прошли переговоры с представителями Победы, что подана заявка, ну, по крайней мере, да, какие-то на соглашение с Победой, и что Победа вернется. Что Победа вернется, но когда конкретно она вернется, сказано не было, в ближайшее время, нам так вот и писали, что это в ближайшее время произойдет. Мы же сегодня выяснили, что определенно Победа сможет высказаться только после первого июля, потому что идет рассмотрение документов, рассмотрение заявок. У компании уже сформирован, как некий график полетов на год, они же все это планируют, согласуют, это же очень долгий процесс, да, то есть вписаться в этот график в две минуты нельзя, то есть все равно какое-то время на это уйдет. Вот наши коллеги из паблика «Строем Киров» прокомментировали в нашей группе ВКонтакте под опросом как раз насчет Победы, сказали, что в открытом доступе на запросы о том, идут ли переговоры с Кировым, и есть ли какие-то заявки, поставят ли нас в расписание, таких сведений нет. По крайней мере, какое-то время назад Победа не подтверждала эту информацию, что идут переговоры и что мы там где-то будем в графике, но мы же знаем, как все меняется, правда же? Очень часто политическая воля решает, придет или не придет авиаперевозчик в тот или иной регион. Ну, в любом случае, в этой стране все очень, когда делается в режиме ручного управления, это вот часто происходит, то есть если на самом деле будет желание у нашего правительства, у руководителя нашего правительства Победу вернуть, то, я думаю, у них все получится, все получится. Да, ну вот и сейчас большее количество уже проголосовало, я вижу, в ВКонтакте, в нашем опросе в то, что Победа вернется, верить или нет. Это после того, как ты объяснил, что такое Победа. Самое смешное, что вырос процент тех, кто говорит, а что такое Победа, до 19%. Честно говоря, Свет, если бы я отвечал на этот опрос, я как-то вот на него не отвечал, чтобы не портить картину, я бы, наверное, тоже поставил, что такое Победа, но это не то, что люди не знают, что такое Победа, просто люди, может быть, просто не пользуются этим видом транспорта. Ну, я не пользуюсь самолетами, но это моя, так сказать, уже юношка. А почему, ты скажи, пожалуйста, ты не пользуешься? В детские годы я спокойно летал на самолетах, было удобно и хорошо, но однажды, вот уже в зрелом возрасте, я, будучи военнослужащим, попал на, так сказать, на военных летчиков, на военный самолет с разгарметизированным салоном и с не очень трезвыми пилотами. И вот это путешествие было из Кирова в Каменск, Уральский и обратно, которое, я помню, до сих пор, это тот ужас, который больше не повторялся никогда в моей жизни, какую бы литературу или какие фильмы бы я не смотрел. То есть я фильм ужасов испытал полностью на себе, с тех пор у меня просто ноги не идут в сторону аэропорта. Поэтому для меня вот этот вопрос, что такое Победа, это просто, я не пользуюсь этим видом транспорта, понимаешь? Для меня это, ну, неважный вопрос, скажем так. Вот еще одно, кстати, комментарий, еще один под нашим опросом появился, Алексей пишет, нет, ну, нет у них лишних бортов, это о Победе говорит он, хватит фантазировать, в ближайшее время это 2020 год. Ну, я все-таки более оптимистично настроена, я рассчитываю на то, что Победа вернется, потому что очень хотелось бы, чтобы снова лоукостер летал из Кирова и в Москву, и в там, не знаю, на юг куда-нибудь, там, в те же Сочи, и в Санкт-Петербург. Хотелось бы, чтобы больше доступ был для горожан, а авиасообщение более доступно было. Ну, и согласись, Светлана, все-таки, Победа, это коммерческая компания, если будет спрос, если будут определенные условия, которые всегда же согласуются, да, если условия их устроят, то, я думаю, самолеты найдут для Кирова. Кстати, журналисты на пресс-завтраке задавали такой вопрос губернатору, а по каким направлениям, если она полетит, и губернатор тогда пояснял, что это действительно Победа, как коммерческое предприятие сама будет решать, куда полететь. Здесь они вычислят пассажиропоток, и на более загруженных направлениях как раз и выставят свои лайнеры. То есть здесь, и это понятно, рыночная экономика работает, и это коммерческие компании. Здесь, какие бы ни были дотации и преференции, все равно они определяют наиболее выгодный для себя ракурс. Вот, с другой стороны, согласись, что для Кирова с уходом Победы, конечно, вот и коммуникации, особенно с Москвой, стали гораздо более трудными. И если говорить о том, что мы собираемся на самом деле развивать эту область, привлекать в нее инвесторов и так далее, то это вопрос первостатейный. То есть его надо решать в первую очередь, потому что при такой доступности, как сейчас, очень сложно иметь какие-то дела с этим городом. Вот, даже Николай, который сам не пользуется авиасообщением, говорит об этом, что если мы говорим об инвестиционной привлекательности. Об экономическом развитии как таковом, то есть для бизнеса терять время, это невозможно, время это деньги. Особенно, если мы вспоминаем отчетность за прошедший 2017 год и смотрим на показатели наших соседей, это в соседних регионах, исключая один только, где аэропорт не работает, но там ближайшие Казанские аэропорты и другие, у них у всех увеличился пассажиропоток на десятки процентов. И это, конечно, всегда печальное зрелище, когда ты понимаешь, что мы стагнируем или падаем, а соседи в этом смысле растут. И у людей больше возможности перемещаться и по стране, и по миру есть. Но, значит, мы будем ждать до после 1 июля и посмотрим, что ответит Победа. Ну, что делать? Остается только ждать. Посмотрим, что предложит наше правительство Победе и, соответственно, будем ждать, что остается. Но, опять же, я думаю, что... Свет, давай сразу скажем честно, у нас в студии есть телефон 211-101. Если у вас есть какое-то мнение по поводу возвращения Победы в Киров, вы можете его высказать в течение нашего эфира. Совершенно верно. Несмотря на то, что сейчас мы другую тему будем обсуждать, то по Победе тоже можете высказываться. А мы хотим еще одну тему, которая такая острая, на пике обсуждений. Последние несколько недель еще раз с вами поднять. Это установка памятника царю Николаю. Из семьи Николая II. Из семьи Николая II. На набережной города Кирова. Вот на прошлой неделе в преддверии Великорецкого крестного хода появилось сообщение ВКонтакте, в паблике «Православная молодежь в Вятке», где активисты приглашали волонтеров для сбора подписей. Для сбора подписей в защиту установки памятника. И даже выложили расписание, где и когда понадобится помощь волонтеров для сбора подписей. И мы видим, что тут буквально каждый день с 3 июня Бобина, 4 Монастырская, 5 Великорецкая, 6 Великорецкая, 7 Мурынино. По маршруту движения крестного хода. Да, где стоянки. И даже время, когда будут собирать подписи, указано. Считаете ли вы, что активисты православные поступают правильно, собирая подписи, намереваясь собирать подписи в защиту установки памятника в течение крестного хода? Или вы считаете, что это неправильная позиция? Это один из вопросов, который вы можете осветить. В принципе, вы можете просто сказать о своем отношении к установке памятника Николая Второго на набережной. Мы уже просто много раз спрашивали про это отношение. Давай сейчас конкретизируем. Вы поставите свою подпись или нет? Нет, я почему хочу сказать, что сейчас Городская Дума не стала пока рассматривать этот вопрос и предложила провести общественное слушание. То есть приведен некий формат, в котором предложено поучаствовать горожанам. Православная молодежь предложила параллельно другой формат. Почему я и говорю, что вопрос упирается в то, что кто за, кто против. И кто-то, может быть, примет участие в общественных слушаниях, например, и хотел бы, чтобы его участие в общественных слушаниях было весомо. Поэтому вообще ваше мнение по поводу того, как будет обсуждаться, как будет проходить обсуждение. Все-таки да. Теперь к обсуждению уже все-таки больше. Как нужно решать такой вопрос? Сбор подписей имеет место быть? Можно это делать или нет? Общественные слушания вас устраивают или нет? Вы пойдете или нет? А может быть, вы соберете собственных добровольцев и собирать будете подписи против установки памятника? То есть вот уже действия сейчас будем обсуждать. То есть вопрос идет о том, как обсуждать, как правильно было бы обсуждать эту проблему. Продолжаем разговор. Итак, мы все-таки сформулировали с Николаем вопрос относительно установки памятника Николаю. То есть мы уже ни за, ни против вас спрашиваем, потому что вы много высказывались, да, и по поводу самой персоны тоже очень много говорили. Мы теперь задаем вам вопрос. Как правильно проводить обсуждение установки этого памятника, конкретно этого памятника семье Николаю II? Считаете ли вы правомерным сбор подписей в течение Великорецкого крестного хода, как сейчас это делают, судя по всему, православные добровольцы? Собираетесь ли вы, например, подписать такую петицию? Может быть, вы считаете, что нужно в противовес этому собирать подписи против установки или достаточно предложенных депутатами Гордумы и сети-менеджером Ильой Шульгиным прийти на общественные слушания и там решить этот вопрос? 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Ну, надо сказать, что я не зря сказала, что, похоже, сбор подписей происходит, потому что вот наша коллега, главный редактор портала «Свой Кировский» приводит... Елена Жолобова. Елена Жолобова приводит сведения, которые предоставили журналисты Ньюслера. Они пообщались с иногородними паломниками. Я читаю телеграм-канал Елены Жолобова, девочка-отличница. Она пишет, что вот Ньюслер говорит, что пообщались с иногородними паломниками, прибывшими в Киров для участия в Великорецком крестном ходе. Цитирует. «Разговор прервал молодой человек, который попросил поставить подписи за установку памятника Николая II и его семье. О, точно такой же памятник стоит в Нижегородской области. Кировчане против его установки?» – спрашивают паломники. «Это же самый великий царь», – удивились паломники. Но раз многие против, то, возможно, не пришло время для его установки. Не надо провоцировать. Люди еще не созрели. Вот такое мнение прозвучало. Это от гостей нашего города, да? От гостей, которых просили поставить подписи за установку памятника. Интересно, если бы гости нашего города, то есть люди, которые здесь не живут, ставили бы свои подписи, они бы потом еще и учитывались. Было бы очень забавно, на самом деле, согласись, Света. Когда человек откуда-нибудь из Самары, например, приехал в Киров и выступил в поддержку того, чтобы в Кирове сняли тот или иной памятник. Кстати, этот момент тоже интересный, потому что в крестном ходе участвует довольно много людей из других регионов, очень много людей из других регионов приехали. И вот как разграничивать тех, кто живет здесь, кто живет не здесь? Кроме того, ведь смотри, для того, чтобы, ну, как бы, подпись имела какой-то вес, да, то есть люди должны предоставлять свои персональные данные, то есть у них должен быть с собой, как минимум, паспорт. Ну, и чтобы их предъявить на тех же общественных слушаниях или в Гордуму, или в администрацию. Ну, так, чтобы эти подписи не имеют какой-то смысл, потому что иначе просто сяду дома и составлю там... Список из кого угодно и поставишь сколько угодно подписей. А такого рода опросы проводить, мне кажется, ну, не знаю. То есть насколько они будут объективны, эти опросы? Насколько именно кировчане ответят, люди, жители города Кирова, потому что памятник ставится в городе? Или это вообще кто угодно может в этом принять участие? В данном случае иногородние паломники переводятся в пример. Вот это вообще, по твоему мнению, как ты считаешь вообще эта идея жизнеспособная и правильная, что добровольцы собирают подписи во время крестного хода? Ведь люди там, да, с определенными... Подается-то все-таки это как памятник святым царственным, да, страстотерпцам, да? Ну и плюс, да, иногородние. Вот тебе самому как такая процедура? Вот я почему говорю, что вот как бы результаты опроса я бы изначально поставил под некоторое сомнение, именно потому что участники этого хода, да, там очень много людей, которые в Кирове не живут. Они живут либо в области, либо вообще за ее пределами. И как учитывать подпись людей, которые не имеют к этому городу отношения, я не знаю. Во-вторых, мне интересно, как будет именно происходить оформление. Потому что если взять вот те же подписи, когда собирают время избирательной кампании, сама понимаешь, там каждое запятаемое значение, подпись могут там запраковать как недействительную. Здесь такой анализ будет проводиться или нет? Или просто скажут, что там 30 тысяч человек подписались за установку памятника. А кто эти люди? Вот у меня такой вопрос будет возникать. Почему эти люди как бы рекомендуют городу делать то или другое? Ну, этот вопрос, да, безусловно, меня тоже волнует. У меня и сама история с тем, что вот идет 20 сколько? 26 тысяч человек идет с определенными собственными задачами в крестный ход. И тут тебе проходит добровольца и говорит, ну вы же вот идете, вы же православный человек, вы же уважаете святых наших, да, вот у нас такая задача. И к тебе обращаются в этот момент вот с таким вопросом и с подписным листом. Это вообще хорошо? Мне кажется, это просто неэтично, вот если говорить об этом, что здесь есть определенное нарушение каких-то нравственных норм, потому что люди, на самом деле, идут в крестный ход не для того, чтобы проявлять свою гражданскую активность по тому или другому вопросу они идут. И участвовать в споре. Да, тем более участвовать в какой-то дискуссии. То есть это совсем другое, это некий духовный подвиг, который они совершают. И как бы, ну, очень неэтично, некорректно вот такого рода вещи проводить в течение такого мероприятия. 211-101, номер телефона прямого эфира. Что думаете вы по этому поводу? Как необходимо проводить обсуждение по установке памятника семье Николаю II? И вот все эти варианты, которые мы сейчас называли, вы тоже можете оценить и свою точку зрения высказать. 211-101. Ну, чего только не происходит. Вот Кировский Шептун в своем телеграм-канале еще и пишет, что Кировский обком КПРФ в полном составе принял приглашение господина Лебедева. Это секретарь Вятской епархии, насколько я помню. Пройтись до реки Великой в крестном ходе, принять участие. И тоже фотографии выкладывают. И тут уж я не знаю, это фотомонтаж или что это такое. Но тут господин Брамо говорит, что раздает паломникам брендированные Библии КПРФ. Со своим знаком, да? Я не знаю, может быть, это утка, но там Мамаев, Иисус и Сандалов. Я боюсь, что это шутка такая. Это, конечно, шутка, потому что в принципе, конечно, коммунисты у нас же сейчас такие... Православные. Это сочетание никого сейчас не смущает, да? То есть о том, что религия это опиум для народа, эта фраза как-то вышла из оборота коммунистического. Но вот будут ли они, опять же, говорить про этот опрос, участвовать в этом опросе, за что проголосует Мамаев? Потому что коммунист, голосующий за установку памятника царской семье, свергнутой коммунистами и уничтоженной коммунистами, это было бы, конечно, уже, не знаю, какой-то верх абсурда, по-моему. У нас есть телефонный звонок, давайте примем его. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Добрый день, Захарова Тамара Максимовна. Я за то, чтобы памятник поставить. Почему? Я не такая непартийная, но считаю, что так убили нашего руководителя. Нет, погодите, вы не на тот вопрос отвечаете. Прошу прощения, мы уже обсуждали, ставить или не ставить. Мы обсуждаем процедуру. Секунду, мы обсуждаем процедуру принятия решения, сбор подписи во время Великорецкого крестного хода или все-таки должны прийти только горожане на общественные слушания? То есть как правильно обсудить? А можно и то, и другое сделать, одно другому не помешает. Вас не смущает, что в Великорецкий крестный ход идут не только кировчане, а очень много людей из других городов, не имеющих отношения? Они не имеют отношения к принятию решения? Нет, нет, не смущает. А то, что эти люди будут голосовать за установку памятника, не проживая в нашем городе? А ну это, тогда надо, может быть, спрашивать. Вы тут живете или за свой город вашим, может быть, действительно там у них есть такой памятник? А если у нас нет, значит спрашивать только местных наших кировской области. То есть собирать надо, но только у вас с кировчан? Опрашивать, просто опрашивать. А то есть паспорт предъявлять не нужно, вы считаете? Да, конечно, не нужно. А еще вопрос такой, вы сами пойдете на общественные слушания, когда они соберутся по поводу обсуждения установки памятника? Пойду, с удовольствием пойду. Пойдете, да? Будете участвовать? Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо. 211.1, номер телефона прямого эфира. Правильно ли делают вятские православные активисты, что пользуются, а не пользуются православным крестным ходом? Здесь, по-моему, никто, да, сомнений никаких нет. Большое количество людей, 27 тысяч человек, собирая подписи в защиту установки памятника, правильно ли они так делают? Сами бы поставили такую подпись. Может быть, стоит организовать в противовес сбор подписей против установки. Правда, никто не идет в противоположном направлении, в количестве 27 тысяч человек, да, из тех, кто не собирается ставить подписи. Или достаточно общественных слушаний, куда-то придут только горожане, и сами они выскажут свое мнение, устанавливать такой памятник или не устанавливать здесь. Ну и спасибо, что меня поправляет наш продюсер Анна Лапшина, Андрей Лебедев, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Он, конечно, Андрей Лебедев очень ярко высказывается, я сейчас не цитирую, а пересказываю его слова. Вот когда Гордума отложила этот вопрос принятия решений об установке или не установке памятника, Андрей Лебедев сказал, что вот где отложила Гордума этот вопрос, и холода наступили. И теперь только крестным ходом можно исправить эту ситуацию, сказал он. Да, ты читала же это? Я читала эту реплику, да, но мне просто интересно стало, вроде в том году Гордума ничего не откладывала, а май был весь ледяной, отопительный сезон закончился только 7 июня. Вот я начал панически вспоминать, что же нас Гордума такого наделала в том году, за что нас в том году так покарали. Вроде бы ни от чего не отказывались хорошего. Вот, так что такое довольно-таки, ну, конечно, полемически красивое заявление, но на самом деле довольно-таки забавное, не более того. 211-101, пожалуйста, высказывайтесь по поводу того, как все-таки должна происходить процедура принятия решений об установке или не установке памятника Николаю II и его семье. Я, вот ты уже высказался, я тоже считаю, что, Голь, что это неправильно пользоваться крестным ходом для того, чтобы любые там вопросы, вот такие решения, опросы, вопросы, отвлекать людей от тех мыслей, с которыми они идут, от тех молитв, с которыми они идут. Вот Великорецкая, там, я сама лично против установки памятника на набережной. Я поддерживаю тех людей, которые говорят, что можно поставить памятник на территории, принадлежащей церкви. Тем более, это памятник не как императору, памятник как именно святому. Именно как святому. То есть это религиозный объект, и он должен находиться за, ну, как, извини, у нас поставили памятник Дзержинского, и никого, собственно говоря, не тревожит его. Поставили за территорию. Ну, тревожил, конечно, и мы это обсуждали. Мы говорим, что тем людям, которые были против, он глаза не мозолит. Те люди, которые за, они знают, что он есть, можно прийти и посмотреть. То есть сюда можно идти компромиссный вариант. Вот я еще вчера, когда наблюдала, как паломники отправляются в крестный ход, я понимала, что они проходят мимо памятника Трифону Увятскому, который вот как раз, да, выходит на улицу Ленина. Они его видят, и, наверное, да, я так подумала, что по пути следования что-то церковь хочет такое ставить, но набережная совсем не там находится, там, например, да. Ну, и вообще, помнишь, были такие тоже, может, читал ты в наших новостях, молодежь комментировала так. Очень странно, на церковь, на реставрацию церкви просят скидываться деньгами, а вот когда находятся безымянные благотворители и сразу 10 миллионов на памятник, то не лучше ли вы их направить вот как раз на реставрацию церкви, например. И чтобы быстрее Спасский собор уже приобрел тот вид, к которому стремиться. Между прочим, такой серьезный очень проект. Честно, когда вот сейчас проезжаю очень часто мимо и вижу, как он преображается, это такое что-то действительно значимое и величественное, потому что издание-то само историческое, не новодел. Не новодел и не копия чего-либо. Вот, кстати, тоже этот момент такой интересный, потому что никто же не возражает против, никогда никто не возражает, никто не собирает подпись, против реконструкции храмов, да, вот обратил внимание. То есть тут дело даже... А наоборот даже. Да, наоборот помогают, причем люди помогают, извини за выражение, даже и неверующие или верующие, там какой-то другой конфессии, они с удовольствием помогают, потому что это преображает и вид города, и, ну, это здорово, и никто против этого не выступает. Но когда речь идет о таких вот довольно странных проектах, это странный проект, на набережной Грина, на месте светского совершенно отдыха, да, то есть это совершенно светская зона, где люди отдыхают, там, ну, это не крестный ход, это не территория, там, монастыря или чего-то еще. Вот, мне кажется, это просто неудачно выбранное место. И опять же, если говорить о том, как это будет обсуждаться, мне кажется, главное решение должно остаться за администрацией города, то есть они должны сами принимать решение, какой формат обсуждения для них интересен, и результаты какого обсуждения они будут учитывать при уже принятии решения. Ну, нам-то с тобой интересно мнение, слушатели. Вы считаете приемлемым такой формат, как сбор подписей во время окрестного хода в защиту установки памятника или неприемлемым? Приемлемо, что люди, которые не живут в городе Кирове, будут ставить подписи, и они куда-то будут эти подписи предъявляться, или неприемлемо? Достаточно общественных слушаний, которые пройдут в Кирове, туда придут горожане, и сами-то вы туда придете? 211-101, после короткого перерыва, пожалуйста, нам звоните. Продолжаем разговор. С вами слушатели. 211-101, номер телефона прямого эфира. 13 минут у нас остается до окончания эфира. Мы хотим узнать ваше мнение. Какой способ сбора общественного мнения по поводу установки или неустановки памятника семье Николая II наиболее вы считаете правильным? Правильно ли, вы считаете, поступают православные активисты, которые сейчас вот в крестном ходе на стоянках собирают подписи в защиту установки памятника. А расписание они, православные активисты, православная молодежь в Вятке называется так, паблик, выложили у себя на странице ВКонтакте 31 мая. И тут вот каждый день на каждой стоянке они вечером собираются эти подписи, собственно говоря, брать. И мы уже видим по сообщениям журналистов, что такой процесс идет. Процесс идет. Причем начался он еще, я так понял, что даже до отправления. Да, правда, приводится мнение иногородних как раз паломников, которые говорят, ну если против жителей некоторых, то, видимо, не время еще. Или вы считаете, что нужно, что если это правонамерно, то тогда нужно собрать, например, движение по сбору подписи против установки. Но, смотрите, у вас не будет такого 27-тысячного ресурса, так скажем, потому что тут, получается, используют как ресурс просто паломников, на мой взгляд. Или достаточно общественных слушаний, которые по инициативе Шульгина будут проведены. Будут ведь проведены. Да, раз он сказал, то, конечно, будут проведены. Вот. Может, вопрос вообще не стоит выеденного яйца? Чего мы тут обсуждаем? Вот на самом деле. Есть такое мнение? Мне кажется, интереснее просто спросить у наших слушателей, как они сами в этой ситуации будут себя вести. То есть, пойдут ли они на общественное слушание? Или они просто поворчат на кухне, скажут, там, я за или против, там, с кем-то поспорят. Может быть, там, это лица другу набьют, там, ну, и на этом ограничатся. Либо, может быть, этот вопрос просто, они считают, как ты правильно заметил, не стоит выеденный яйца, и какая разница, как и кто где собирает подписи, как решит Городская дума, пусть так и будет. Ну, вот смотри, вот смотри, какая история это. Ведь 23 мая инициативу эту одобрила постоянная комиссия Кировской городской думы по местному самоправлению, регламенту и депутатской этике. И вообще-то, эта история могла бы пройти и через слушание на Гордуме, раз туда вынесли эти слушания. И если бы активно такое общественное обсуждение не поднялось в СМИ и в соцсетях, то вполне возможно, что вот сейчас на последней Гордуме, которая тут была 30 мая, это бы запросто так вот взяло бы и прошло бы это решение. Чего нет-то? Нет. Ну, видимо, на самом деле, какое-то противодействие было, поэтому решили вопрос отложить и рассмотреть его, может быть, более всесторонне, так сказать. Хотя вспомни, когда комиссия-то рассмотрела вопрос, то новости были такие, в Кирове появится памятник, как будто бы все уже решено. Но, видимо, вот как раз это сообщение и вызвало обратную реакцию, потому что никакого такого подготовительного периода, да, когда вот изначально... Понимаешь, у нас всегда почему-то ставят нас перед фактом, да? А хотя было бы правильнее сначала предложить городу Кирову, да давайте поставим памятник, провести обсуждение, может быть, даже без участия там паломников, просто провести нормальное светское обсуждение такого-то и верь, потому что это касается всех жителей города, этот памятник будет стоять не на территории монастыря или какого-то другого религиозного учреждения, это будет стоять как бы на территории именно муниципальной. Надо было изначально, по-моему, все это провести, все это обговорить, собрать все за и против, потом уже выносить на эту комиссию вопрос, потом уже предлагать его обсуждать депутатам Гордумы. У нас вот всегда ругаются, что какие-то бизнесмены, например, навяливают там, вспомни там ту же историю. Холодильники свои расставить по городу. Да, которые там говорят, все будет стоять, колесо обозрения и так далее, все выступают против, потому что не было первоначального обсуждения. И вот те же люди, которые, условно говоря, выступали против того решения, таким же образом пытаются пропихнуть свое, но это совсем уже нехорошо. Ребят, давайте для всех. Ну вот, кстати, прецедент создан был как раз с вопросом по установке колеса обозрений на театральной площади, когда известный меценат и известный бизнесмен говорил о том, что... Когда я покупаю холодильник, я не спрашиваю, где я буду ставить его в своей квартире. Вот здесь то же самое, да? Гениально. Здесь то же самое. Епархия сказала, что памятник оплачен, он уже практически готов, он будет там два метра, все мы устанавливаем. Комиссия на Гордуме одобрила. То есть высказывались об этом как уже о решенном деле. И вот это вызвало самое большое измущение изначально. Мне кажется, да, потому что если бы изначально просто внести тему, что давайте обсудим все вместе, мы все в этом городе живем, это наш город, это наша квартира, давайте решим, где мы поставим холодильник. Потому что, извини, когда ты ставишь холодильник в квартире тех, кто в ней живет, все равно об этом спросить надо, чтобы всем было удобно. И может быть изначально появилось бы, вот как в случае с колесом, появилось бы другое место для установки памятника, которое всех совершенно устроило. Ведь понимаешь, когда он сейчас работает, колесо там у цирка, оно прекрасно совершенно выглядит, оно заполнило эту пустоту, которая возникла после вот этого строительства этой гостиницы, да? Возникла там полный такой диссонанс, сейчас это колесо это уравновесило. Стало как-то вот даже какой-то ансамбль возник, и все очень счастливы и довольны. И не надо было целых два года ломать копья. Вот сейчас та же самая ситуация. Но мы не видим пока, что епархия, например, откликнулась на предложение экспертов и слушателей, которые говорили, что выберите какое-то другое место, не столь открытое, да, не столь нагруженное там гуляющими людьми, и предложите там поставить у себя где-то на территории. Пока епархия на это никак не среагировала, а такие предложения есть. А у нас есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Андрей. Вот как вы считаете, должно проходить обсуждение вот установки этого памятника, да и вообще каких-либо памятников в городе Кирове, мне кажется? Ну, во-первых, любая малая архитектурная форма, типа памятника для города, это плюс. Наш город и так он серый, безобразный, грязный, страшный. Давно пора его украшать. Вот это раз. Второе, там по себе памятник царской семье или императору, это чисто религиозный вопрос. Почему и решаться он должен в рамках религиозных действий. Если епархия стала благословения собирать во время хода, значит, все нормально. Это нормально, да? Да. Я думаю, что это они должны решать. Так, а вы как горожанин, вы вот лично примите вот этот список этих подписей, которые во время крестного хода собраны, и считаете ли вы, что и остальные горожане должны его принять? Ведь, как вы говорите, это вопрос хоть и религиозный, но стоять-то он будет не на территории религиозного учреждения. У вас что, земля в Кирове принадлежит кому-то одному? Муниципалитету. Муниципалитет выделяет земли и на более бестолковые нужды, чем, например, памятники и малая архитектурная форма. Ну, это ведь нехорошо, что он выделяет. А мастер-мастер заброшен. Нет, ну вот смотрите. Вот сколько метров квадратных он может занять, вот этот памятник, это грустно. Нет, мы сейчас не обсуждаем, сколько квадратных метров, мы обсуждаем способ сбора общественного мнения по поводу установки памятника. Должны ли быть это исключительно общественные слушания, где придут все стороны процесса, кто за, кто против и так далее? Или, как вы говорите, вы стоите на жесткой позиции, что раз епархия решила, они там собрали эти подпись, их нужно просто принять и памятник поставить, и игнорируя мнение горожан, которые против? В том числе и на том основании, что православные христиане, которые будут собирать или сдавать свои подписи во время хода за памятник, они тоже являются гражданами России, жителями Кирова, и их мнение тоже нужно учитывать. А не просто так, что вот здесь вы христиане, а вот ход закончился, а вот там уже гражданские лица. Лицо-то одно и то же останется. Нет, подождите, все-таки, по вашему мнению, идеальное решение, как должно приниматься? Сбором подписей вам в течение хода или на общественных слушаниях? Если нужно набрать какое-то определенное количество подписей, чтобы муниципалитет выделил, то все виды сбора подписей хороши. Вот даже в таких формах, как принудительный сбор подписей на господприятиях, как это Милетко, у нас делается во время голосования за известную партию и за известного президента. Спасибо, все предельно ясно. Спасибо, ваша позиция совершенно понятна, да. Все, 211-101 номер телефона прямого эфира, еще можем принять один или два звонка, как идеально решить вот эту историю с установкой или неустановкой памятника, принимать, не принимать подписи, которые собраны во время окрестного хода, собирать ли их вот там принудительном порядке на предприятиях, там, да, за или против. Это уже новое слово, мы об этом как-то в этой форме мы забыли. Или только общественные слушания и только горожане, пожалуйста. У нас еще один звонок есть, Светлана. Алло, добрый день, представьтесь и высказывайтесь конкретно по процедуре. Конкретно по процедуре, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Лия. Я считаю, что не пришло время устанавливать памятник семье императора. Лия, конкретно на наш вопрос, пожалуйста, ответьте, каким образом собирать общественные мнения? Вот как ваше мнение участие? Лия, я считаю, ведет себя неэтично. Я считаю, ведет себя неэтично. Даже в церквах во время служб ходят с ящичками и во время службы тоже собирают деньги на храмы. Это совершенно недопустимо. Лучше бы поставили в нашем городе памятник архитектору Ивану Чарушину. Лия, мы это уже обсудили, это не тема нашего сегодняшнего разговора. А гулять по набережной и созерцать памятник убиенным, это вообще просто ужасно. Лия, одну секунду. Это ужасно. Лия, послушайте меня. Мы этот вопрос уже обсудили по поводу самого памятника. Мы сейчас обсуждаем. Я сказала, что это неэтично, собирать деньги во время крестного хода. Не про деньги идет речь. По подписи собирать. Про подписи. По подписи, да. Лия, как по вашему мнению... Это совершенно недопустимо. Как, по вашему мнению, нужно учесть, в том числе и ваше мнение, что было учтено при обсуждении этого? Я не знаю этих процедур. Но это должны быть какие-то... Я считаю, что этот вопрос вообще не заслуживает широкого обсуждения. Вот мое мнение. Все понятно. Спасибо. 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 Ну, что все, да, наверное, не успеем мы принять звонок. 211-101. Есть что-нибудь? Нет. Ну, вот посмотри, сколько разных мнений у нас получается. Кто-то говорит, что правомерно. Пусть делают православные... Мало они делают. Надо еще больше делать. Надо еще на предприятиях собирать подписи в добровольно-принудительном порядке. Отличная мысль совершенно. А вот за или против подписи собирать? Кто там решит, какие подписи будут собирать? Лия говорит, что вообще не стоит обсуждать эту историю. Ну, Лия практически повторила фразу нашего гостя города, который пошел на крестный ход, что просто не пришло время еще. Просто еще не пришло время. Раз есть такое противостояние, значит, нет единства, нет общего понимания, значит, просто этот вопрос отложить и решить его в другом уже порядке в каком-то более позднее время. Как с переименованием прям города. Ну да, практически так же. Все, завершаем мы дневной разворот. Спасибо всем за участие в эфире. Сегодня с вами были Николай Голиков и Светлана Занько. Всем до свидания. Ну, через 20 минут особое мнение. И там будет Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!